Воспитание верхового скакуна и обучение всадника стало искусством, пронесенным сквозь века. И с каждым годом к нему приобщаются все больше и больше молодых людей, желающих возродить институты черкесского наездничества. Общество всадников Карачаева-Черкесии Шиухасе в этот раз организовало конный короткий переход из аула Новохумаринск в Эрсакон на лошадях кабардинской породы. За первым днем пути всадников понаблюдала Фатима Даурова. В пейзажной дали зеленых полей четко вырисовывается колонна всадников. Не спеша, выверенным темпом, они приближаются и образ приобретает свои контуры. Казалось, всадники остались лишь в старинных песнях и легендах. Но вот они здесь. Такое ощущение, что прошлое шагнуло в современность со стуком подков об асфальт. Первым населенным пунктом на пути всадников оказался аул Беслиней. Там их встретил со словами приветствия и напутствия старейшина аула Хусин Гутекулов. Он обратился к участникам перехода, выражая благодарность за организацию такого мероприятия. И все время подчеркивал, какое важное значение имеет для молодого поколения возобновление красивых традиций предков. Иметь кони – это ни с чем не сравнить. Кони очень умные и очень преданные к своему хозяину. Скажите, пожалуйста, кем является конь для Черкесия? Черкесия – это первый друг. Черкесия коня не меняли ни на что. Ни на что. После колонна продолжила свой путь, который лежал через реку Большой Зеленчук. Здесь наездники решили устроить пятиминутный привал для того, чтобы напоить своих скакунов. Чистая и холодная вода из горной речки немного остудила пыл горячих жеребцов, так и норовящих ускорить ритм ходьбы. Некоторые из самых нетерпеливых переправились через бурные потоки реки, обгоняя своих друзей. Они подождут их там, немного впереди, пока все их не догонят. Потихоньку асфальт сменяется грунтовыми дорогами, расстояние до назначенного места сокращается. Группу всадников объединяет любовь к лошадям. Нынешние черкесы несут в себе гены сотен поколений предков, чья жизнь прошла в седле. По современным улицам движется группа всадников, одетых и экипированных так, словно они сошли со старинных гравюр. Их выправка и стать коней завораживает. С нескрываемым удовольствием за ходом колонны наблюдали жители аула, которые семьями вышли встречать долгожданных гостей. Старшие подходили к всадникам за словами приветствия и благодарности за то чувство гордости, что они сейчас испытывают, глядя, как вековые традиции предков возрождаются у них на глазах. Очередная остановка всадников – это старинный черкесский аул Вакожиля, которому исполнилось уже 200 лет. С самого раннего утра жители готовятся к этой долгожданной встрече. Их будут встречать под мелодией национальной гармошки и, конечно же, блюдами адыгской кухни. Старейшины аула, представители духовенства, жители Вакожиля не скрывали свою радость в честь такого события. Давно не было в ауле праздников такого рода, когда более 50 всадников на лошадях кабардинской породы горцевали по улицам родного селения. Если старшее поколение еще застало времена, когда в каждой адыгской семье содержали коней, то для некоторых представителей молодого поколения это первое визуальное знакомство с красивой традицией черкесского наездничества, как зеку – конный переход. День близился к послеполуденному времени. Настала пора всадникам попрощаться с гостеприимным аулом и продолжить свой путь. Но это уже другая история, о которой мы расскажем в следующей части. Фатима Даурова, Муминат Ишерова, Ренат Мука, Вести, Карачаева, Черкесия.